всем привет сегодня у нас новый формат интервью с владельцем электромобиля в данном случае это e-golf батарея 36 киловатт час автомобиль 2017 года выпуска на момент покупки было 60 тысяч километров и 50 тысяч километров человек проехал по беларуси про этот электромобиль я делал обзор ссылка вверху владелец виталий спасибо большое что согласился ответить на несколько вопросов но и насколько интересен этот формат судить вам так и так электромобили и гольф какого он года выпускал 2017 в каком возрасте вы его купили какой был пробег был 60 тысяч в 2020 году почему купили именно этот электромобиль и гольф как так получилось выбирал между nissan лифтером между болтом и гольфом и было немного и денег еще в обрез и посидел там там ну все-таки гольф больше все понравилось чуть-чуть дешевле выходил чем все остальные но ни разу не пожалел сейчас вы владеете уже получается четыре года им и проехали за это время сколько проехали 50 тысяч 50 тысяч были ли какие-то неисправности или мелкие проблемы ремонт и что такое случилось это ключок не смог открыть за нас пришлось но он не с первого раза крючок зарядки на пришлось менять фиксатор лючка но что у 28 рублей и парктроником камнем попала про кроник след был визу и он не все мозги компенсировал все время ошибку выбивал пришлось бампер снимать ну и там два раза замена масла было масло такое не дешевый по долларов 70 по моему литр что масло в редукторе данного масла сколько там литров там 08 то есть меньше литра даже на литр сто семьдесят долларов это именно ваговского тут спонят это вот следующего продавали или крупные то то есть замена масла замена салона фильтра но того на volkswagen для интереса съездил проверить подвеску заменили тормозную жидкость и проверили качество антифриза ну сказали антифриз нормальный подвеска все в идеале обошлось это 200 рублей понятно так чем нравится и гольф три плюса основных и чем не нравится три минуса вот чтобы вы назвали минус низкий клиренс как для меня не хватало всего лишь пробега 50 километров вот как я понял зимой вот не хватало мне 50 километров запас года там зимой был если зимой минус 15 он хотел запас 100 километров не больше это чтобы приехать не ущемляя себя ну там это на батарейке 36 киловатт час это это удивляет на самом деле 100 километров ну понятно нет там что я проезжал и остаток еще где-то 40 был ну чтобы он не начал метров 150 если экономить можно было пищу там по городу точно мне приходилось по трассе клиренс запас хода не всегда хватало что еще третье такое нет в остальном и только две причины а плюсы и гольф даже что-то выделить одно два минусы все-таки семилетняя машина пошли уже жучки от скола камни попадали она вроде оцинкованная но уже вздусь и пошли такие миллиметр там или диаметром с другой стороны от семилетней машины в нашей зиме то есть когда я поливает реагентами страшными ожидать на что-то не у него вообще там залито все на того что там ничего даже не пробить ничего плюсы какие как уже выделить плюсы не знаю ну в целом машина хорошая только получается два этих минуса это они субъективные запас хода это лично вам его не хватало кому-то бы и хватало этих 150 аккаунт для города это вообще идеально для города идеальная машина получается только как лиринс для меня он маленький был он 14 сантиметров для города это вполне ну вот видите даже сложно найти и минусы и плюсы она должна кому-то подходить например на задних местах мало мест и если я сяду за мной уже почти никто не садился это мы видели когда сели в нем зависит от класса машины и понятно что нужно выбирать автомобиль в соответствии с задачами и классом если машине ездят два человека там лучше наверно ничего не придумать понятно так купили бы снова такую же модель или следующую за ней если бы был и гольф следующей модели там уже иди пошли возвращались к тому вопросу что я купил в айди или это ведь я это купил я как бы не любитель когда был фольксваген это вы было из-за марки понятно но не было такого отторжения как бывает все больше такой вот я например рено меган 2 я покатался я уже мне сложно купить рено другой даже если она очень надежная хорошая но я боже нет нет я никогда не был отторжение фольксвагена и я не сказал бы что я стал любителем просто я выбирал ее как понравилась машина не того что от марка фольксваген ну и после того как вот владеть четыре года отторжения нет то есть если бы был достойный какой-то экземпляр какая-нибудь модель которая во всем устраивала нужно было выбрать можно было в россии и думал айди 4 брать ну так сложилось что не взял хорошо самое большое расстояние на которое ездили на электромобильным там никуда далеко не ездили просто это максим городской пригородный автомобиль 220 мне пришлось проехать на одном заряде наезжал и да но это без климат-контроля на всякий случай начальник но там запасы хватило на и честном цифры не помню хорошо у вас есть еще какие-то машины с двс на микрофту бывали ситуации когда электромобиль не подходил для каких-то задач но если не касаться бизнеса а вот только вот никогда меня наоборот кажется это легковая машина я ее пихал под крышу чтобы поехать на электричке но не на мне на двс то есть обратной ситуации говорят что когда покупаешь электромобиль не хватает двс я здесь вот обратная ситуация есть двс но нужно ехать на электромобиль этом пихал под крышу ну чтоб ехать только на электромобиль понятно бывало ли такой что забывали заряжать электромобиль или он не зарядился по какой-то причине не был такого забывать и никогда не забывал забывать забывать на руси таки был один случай когда я забыли включил у меня в гараже в основном потом его случайно выключил хотя я до работы доехал там зарядка была на планы это не повлияло вообще не повлиял я в общем машину заряжаю каждый день я приезжаю вставил в розетку и заряжаю сколько бы остаток нему 70 процентов там 80 процентов я ставлю минимальный токи там 8 ампер и все она заряжать у меня привычка с галифа еще было осталось здесь на гольфе да было если ты не заряжаешься мне впритык ну да придется в городе заряжаться вот я проехал 50 тысяч я был на зарядках ну максимум пять раз это на три точно были зарядки только ради того чтобы на ними где там парковку найти ну только ради этого не вот когда имеют часто дома не до дома от кольцевой получается там 25 километров где-то не проблема и до работы ну короче мне круг туда-обратно 80 километров получается это огромная экономия у вас получается если свой счет тариф ночной по электроэнергии нет не ночной но тем не менее тоже говоря 100 километров в день проезжать нам не выходила на гольфе где-то брали не ну туда еще до поднятия цену района 4 рублей ну вот летний такой период ну зимой на этом я вообще считал мне три с половиной выходила на раме я там максимально четыре с половиной вот так чуть больше доллара у меня маршрутка в одну сторону там три рубля до минска шоу доехать а еще метро в этом в два раз дороже если поехать на маршрутке получается то есть три рубля на 100 километров либо три рубля туда три рубля обратно к еще же метро есть и еще это ради вас мешок до работы и времени сколько уходит лишним так а нравится электродвижение допускайте что вернетесь когда-нибудь и двс нет на бусы по работе так не хотят никогда не мы последний вопрос оказавшись перед илоном маском что вы ему скажете нет уже не знаю минуты сама по себе не так нравится ладно хорошо спасибо большое очень ценный отзыв думаю будет полезен спасибо такое вот интервью все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи и хорошего настроения пока